Я съездил в Нижний Новгород. Был там проездом, на концерте Лиды, и в целом за 6 дней я смог сформировать какое-то общее мнение о городе и изучить его. Сегодня я попробую себя в роли travel-блогера. Сегодня я расскажу вам про город, посмотрим на его инфраструктурную, архитектурную наполненность, посмотрим на интересные места и памятники, и в целом я поделюсь своим мнением о этом городе. Лично у меня представления о Нижнем Новгороде были немножечко иные. В общем, произошло такое ожидание реальность. Как ни крути, как близко бы этот город не находился к Москве, а на нее он очень слабо смахивает. Честно, еще с вокзала этот город обрисовал вообще все положение дел, которое будет в нем происходить. Далее метро, и, наверное, это одна из самых интересных частей этого обзора. Я был во многих российских городах-миллионниках, где есть метро, начиная от Москвы с Питером, заканчивая каким-нибудь самарским метро. И в Нижнем Новгороде, по сравнению с другими провинциальными городами, очень даже неплохое и красивое метро. В метро относительно чистенько, конечно, не на всех станциях, но в основном. Конечно, там ходят старые составы, которые еще раньше в Москве на старых ветках ходили и до сих пор вроде на некоторых ходят. В общем, метро для провинции очень классное, ставлю 9 провинций из 10. Честно, мне преждевременно была интересна именно обычная часть города с обычными кварталами, где живут обычные люди, то бишь спальники. Поэтому я поехал на станцию метро Заречное, вышел там и могу сказать, что все довольно неплохо на первый взгляд. При выходе из станции меня встретил вполне уютный городок, наполненный растительностью, красивые аллейки. Правда, вот мусорка рядом с метро немного рассыпалась, но на самом деле это не так страшно, можно прибрать. После отойдя от выхода из метро, я зашел в соседний вкусный Иточка. А тут хочу пожаловаться, за время пребывания в Нижнем Новгороде я два раза ел во вкусный Иточка, и каждый раз мне клали какую-то просроченную вчерашнюю поебанную картошку. Далее я пошел по проспекту Ленина и начал захаживать во дворы. Тут, конечно, без комментариев, на самом деле дефолт, мешающиеся дворы между 90-ми и 2000-ми для провинциальных городов России, это нормально. За время пребывания в Нижнем Новгороде я распробовал практически весь общественный транспорт города на себе. Начиная от электросамокатов, если их можно назвать общественным транспортом, заканчивая автобусами и трамваями. В Нижнем Новгороде я покатался всего на одном электробусе, который не очень сильно отличается от московских, только дизайном и цветом салона. Весь остальной транспорт это либо старые автобусы, либо еще более старые пазики. Хотел бы также отдельно поговорить об исторической и туристической части города, а именно ее центр. Там, конечно, все выглядит просто прекрасно, как будто бы даже из Москвы не уезжал. К сожалению, такая красота сосредоточена только в центре и не распространяется на оставшийся город. Вот это прям, знаешь, Москоу, Москоу. А так на Большой Покровской расположена, ну просто, масса каких-то развлечений для людей. Ну а все оставшееся время я жил в Анкудиновском ЖК, который находится где-то в 40 минутах от основного города. Где атмосфера, прямо я вам так скажу, бомба. ЖК действительно очень красивый и уютный. На всю площадь ЖК сосредоточено огромное количество каких-то инфраструктурных объектов, по типу большого количества даже продуктовых магазинов. И здесь огромная масса, и у вас есть выбор, куда действительно пойти. Посмотрите дома. Дома выглядят стильно, я считаю. То, что тут есть баскетбольные поля, посчитай мусорки на квадрат, давай считать мусорки. Раз мусорка, два мусорка, три мусорка, три мусорки на 10 метров. Это для России просто какой-то люкс. Вон еще мусорка, четыре мусорка. И честно, сам ЖК мне понравился больше, чем основной город. Но я знаю, что жилые кварталы в городе тоже реставрируются, и процесс, так сказать, идет медленно, но идет. Я считаю, что Нижний Новгород неплохой город для жизни, учитывая его положение относительно Москвы, то бишь столицы всей России. Здесь много мест, где можно погулять с семьей или с кем-то из родственников. А так, я считаю, что Нижний Новгород – это довольно прогрессирующий провинциальный город России.